Многие владельцы частных домов сталкиваются с проблемой утепления потолка, через который уходит до 40% тепла. Зимой такое положение совсем не радует. К зиме каждый готовится по-своему. Владельцы частных домов стремятся к утеплению потолка. Делают это со стороны комнаты и от чердака. Если потолок украшен гипсокартоном, работой следует выполнять на чердаке. Если подвесные потолки только в плане, то изоляция укладывается в межпотолочном пространстве. В частном домостроении утепление потолка – процесс сложный, требующий внимания и расчетов. Материалы для утепления должны иметь экологичность, высокие звукоизолирующие качества, обладать пароизоляционными свойствами, а также огнеупорностью, бюджетностью и устойчивостью к влаге. Подрядчикам желательно приобретать материалы оптом для экономии средств. Предпринимателям, занимающимся утеплением, лучше использовать пеноблок, который имеет приемлемую стоимость и высокую прочность. Сырье обладает свойствами кирпича и дерева, создавая благоприятный климат в доме. Перекрытие и стены из такого материала требуют защиты от конденсата. После этого можно устанавливать теплоизоляционные материалы. Для утепления потолка изнутри следует выбрать минеральные утеплители в виде рулонов или плит. Сначала собирают каркас, затем укладывают утеплитель и обшивают поверхность гипсокартоном. Завершающим этапом являются отделочные работы. Если в доме сделан ремонт, но тепла для обогрева не хватает, необходимо утеплить потолок со стороны чердака. Для этого лучше использовать пенопласт, который не боится влаги и температур. Утепление потолка – выгодный бизнес, который нуждается в рекламе. Предварительно следует составить смету и рассчитать стоимость работ. Владельцам частных домов такой ремонт будет по карману. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok